Боже, милостью будет не грешна. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешно и помилуй за молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Сырю небесный, утешитель души истинной, и живи с десы, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очистены от всяких скверны, и спаси, блажи души наши, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, инь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да святится имя Твое, да приидит Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дач нам днись, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего, внемли мне и услышь меня. Я стянаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. Я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его. Злодеяния и бедцы посреди его, посреди его пагуба. Обман и коварство нисходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною. От него я укрылся бы. Но ты, который был для меня, тоже, что я друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий. Да найдет на них смерть. Да сойдут они живыми в ад. Ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я живо зову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять его пиять, и он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущих, потому что нет в них перемены. А они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире. Нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее и елее, но они и суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и он поддержит тебя. Никогда не даст он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не сведешь их в ров погибели. Кровожадный и коварный не доживут и до половины дней своих. А я на тебя, Господи, уповаю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Хвала Тебя, наш Господь, за этот новый день, которого еще никогда не было во вселенной. И мы не знаем, что ожидает нас. Но расположи сердце наше, никогда не унывать, за все прославлять, полностью довериться Тебе, Господи. Хвала Тебе, милосердный Создатель. Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, чтобы всем возвестили о Твоей любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, на смерть, на казнь, умереть за грехи людей. Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благодарим Тебя, наш Господь, за великие и неизреченные милости Твои. Мы просим у Тебя, Господи, мира, Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. Господи, помилуй детей Сирии, сколько бедствия они терпят. Ты сказал, вы храм Божий, вселюсь в них и буду обитать в них. А человек разрушает свое здоровье развратом, пьянством, табакокурением, наркотиками, враждой друг с другом. Такие люди никогда не будут в Царстве Небесном, но после смерти будут брошены в озеро огненное вместе с сатаною. И помилуй этих людей, Господи, пошли к ним истинных исповедников и проповедников, дабы сказали о Твоей любви. Ибо всем нам надлежит предстать присудилище Христова, чтобы получить соответственно тому, что делали, живя в теле, доброе или худое. Ибо делающее доброе идет к свету, дабы явно были дела его. А делающее злое не идет к свету, дабы не обнаружились дела его. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Хвала Тебе, милосердный Создатель, Господь и Бог наш. Мы просим Твоей милости на патриарха, епископов, священников. Дай им ревностное служение, избавь их от сребролюбия. Дабы не было симонии, чтобы и крещение все таинства делали бесплатно, а жили на святую десятину. Дабы в храме Божьем не было никакой торговли. Услышу, Господи, очисти дом Твой, который люди превратили в дом торговли, в верте прозбойников. Пощади нас, Господи, и помилуй. Ты сказал, воззови ко мне, я услышу Тебя. И в день скорби Твоей помогу Тебе. А при умножении скорбей, увеличив силы Твои, чтобы Ты мог перенести. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Единый вечный Господь и Бог. Благодарим Тебя за милости Твои. За любовь Твою и долготерпение к роду человеческому. Ибо первый мир развратился. И Ты навел потоп, и все погибли. И когда люди отступили от Тебя, мужчины разжигались похотью друг на друга, делая срам. И Ты погубил этот Содом и Гоморру. Такой мир сегодня, он ждет огня от Тебя, Господи. И третий час человечества погибнет. Пощади, Господи, помилуй. И пошли истинных проповедников к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Дабы всем возвестили от Твоей любви, что Ты отдал за род человеческий Сына, своего единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, который претерпел казнь и может прощать. И нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Аллилуйя! Кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. Хвала Тебя, наш Господь, и слава Тебе. Ты, говоришь, лет человеческих 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезни. Поэтому не знаешь, когда последний день Твой будет. Покайся, пока не поздно. Обрати взор человек на Христа. Он так близок к Тебе. И помилуй нас, Владыка. Слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель. Мы восхваляем Твое всемогущество. 55-й Псалом. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня. Нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня. Ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю. Не боюсь, что сделает мне плоть. Всякий день извращают слова мои. Все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе не изложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его. В Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю. Не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе. Тебе воздам хвалы. Ибо Ты избавил душу моей от смерти, да и ноги моей от преткновения, чтобы я ходил перед лицом Божиим во свете живых. Господи, обрабьти правителей. Сохрани их от покушения на них. Просвети их разум, дабы издавали мудрые законы. И человеку, веренному их водительству, дали достойно прожить, дабы было еще уделять нуждающимся. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И через них благое, да будет сделано и для церкви Твоей. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Помилуй нас, Владыка. Ты даровал каждому человеку ангела-хранителя, который защищал нас от видимых и невидимых опасностей. Благодарю Тебя, Господи. Прошу Тебя, мой ангел-хранитель, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою помытарством. И веди ее навеки в вечное царство Христа и Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Хреститель, притеча Христов, моли Бога о нас. Но учи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и жить экономно. И каждому дару жилища. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриархи, Ездранием, Амус, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иль, Осия и Аиль. А ей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрок и пророк Михей. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Тво нашего отшествия не застал нас не готовыми. Но чтобы выше на встречу Тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, соделанных Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего. Благодарю Тебя, Господи, за скорби и печали, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. Ибо все это от Тебя и в свое время окажется на пользу. Слава Тебе. Ты есть истинный пастырь, а мы овсы. А наемник не пастырь. Когда он иит волка приходящего, он бросает овец своих и бежит. Ты есть истинно виноградная лоза, а мы ветви, а отец свой виноградарь. Слава Тебе, Господи. Соделай, чтобы мы приносили добрые плоды, полезные для всех. Благодарю Тебя за всех, кто трудился над моей душою. Мария, Степана, Александра, Михаила и Анну. Благослови в вечности. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, Господи, за этот прекрасный мирный день. Господи, даруй нам время для полного покаяния в Тебе. Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. У вас, может, вопросы какие есть? Да нет, вопросов нет. Ну, бывает так, что человек что-то хочет узнать, мы можем рассказать. Ага, вы с какого города? Город Барнаул, Алтайский край. А, Алтайский край, да. А вам сколько лет? Вам сколько лет? 59 будет 1 марта. А мне в июне будет 80. Мы почти ровня с вами. Да нет, вы, пацаны, ну молодец вы. А вы в деревне живете? Ну, летом в деревне мы строим православную деревню с нуля. На Алтае больше 4 сел исчезло. А в стране больше 21 тысячи. Ой, больше, наверное, чем 22 тысячи. 21 тысяча погибли и 10 тысяч на ладан дышат, потому что 1-2 человека осталось. Да больше, я считаю больше из деревень. Я не считал, так написано. Ага, а вы какой-то старой веры, да? Ну, мы православные. Ну, православные-то, да? Да, мы православные. Староверы, да? Ну, из староверов мы, но мы ходим в эту церковь, которая патриарху подчиняется. А, к Кириллу, да? Ну, да, открыла, да, открытая которая. А мы из староверов, киржаки называли их. А киржаки, ну, я знаю. Вот поэтому у нас кое-что сохранилось оттуда. Мы молимся от Буперсна. А тут не запрещается, можно и так. Но там священства не было. А без священства нет прощения грехов. Ага, да, да. А вот вы читали Мельникова-Течерского? Конечно. На горах и в лесах? Да, 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 на горах. Там много он пишет. А староверов, а это... Читали такую книгу? Да, вот пишет Федор Ефимович, их историк, Мельников тоже. Вот тут больше написано. Он был гонимый очень. Он с трудом пересек границу, ушел. За ним советская власть гонялась. И он сейчас написал историю старообрядчества. Книги его издают. Федор Ефимович. А как его? Мельников? Его Мельников. Тоже Мельников. Федор Ефимович. Ага. Я посмотрю в интернете. Ну, а если вам хочется узнать наши ресурсы, то вот наши данные. Называется «Во свете Библии». У нас там 14 тысяч роликов. Ага. А вот это сайт «Большой форум». А это мои фамилии и имя. Можно по скайпу поговорить, если будет необходимость. Ага. Запомните вот это. А вы сами владеете, да, это? Да, сам. Владеете. Конечно, конечно. Блогером называют. Да, молодец. Да я начальник детского лагеря был. Сам образовал лагерь. 45 лет. Ни рубля государство не дало. Тысячи детей подняли. Только преследовали, давили и давили. Ага. Вас Игнатий звать, да? Да. Да. А походу что, как? Тихонович. Лапкин, да? Лапкин Игнатий Тихонович. Ага. Вот если вы в Ютубе зарядите первую строчку и сразу зайдете. А если добавите слово «сайт», откроется сайт. Там мои книги, наши путешествия. Ага. Вот посмотрите. Это очень большое сокровище. Понимаете. Лапкин. Тихонович, да? Да. А я родился в Томской области. А это рядом с нами соседи. Рядом с вами, да. Ну, Алтай, это вообще жительница, я считаю. Да. Это Алтай. Там природа очень хорошая. Да. Это жительница вообще Сибири. Ну, Ломоносов говорил, Россия будет перерастеть в Сибири. А в Сибири главная, можно сказать, сердцевина – это Алтай. Ага. Тут все есть. Просторы, как океан. Ну, ясно. А запишите мой скайп. Только меня зовут Николай Григорьевич. А скайп на сыне. Улик 544. А у вас что, есть свой канал какой-то? Нет, нет. Просто это я на работе. А, нет, тогда нет, я не буду писать. Я даже по телефону никому не звоню. У меня времени совсем нет. Я вот сегодня встал в час ночи и все еще работаю. Много писем. У нас посещаемость, это сказать, просмотров 30 миллионов. Ну, понятно. Ну, Алтай, сейчас вы едете здесь в 11 часов. Да. На улице. Да. Ну, а у вас, у вас скайп какой-то, у вас? Вот смотрите, сайт, который. Во свете Библии надо написать. А, во свете Библии? Да, это сайт. Там мои книги, 41 книга мной выпущена, мои книги. А, там государство... И в скайп можно поговорить, да? Да, нет, в скайпе. Скайп нужно записать Игнатий Лапкин, в скайп. А, понял. Если в скайпе будут вопросы, напишите Игнатий Лапкин в скайпе. А я один с этим именем, больше никого нет в интернете. Понятно. Ну, вам здоровья, я пожелаю. Спаси, Христос, и я вам желаю знать о Господе, душу спасти. Вот что главное. Ага. За наш... Ну, я человек такой, я атеист, собственно. Это нет, атеист это в нуль верить. А Бог-то спросит, написан неверующий Богу, представляет Бога лживым. Как это? Бог сказал, создал я атеист. Это не годится. Надо веровать. Вот смотрите, мне Господь позволил издать книги, я решил их подарить библиотекам. Из Барнаула мы доехали до Владивостока. Заранее туда отсылаем книги, там тонны четыре. А потом доехали до Лиссабона. Это, сказать, Португалия. Прошли Скандинавию и Прибалтику. Прошли Турцию с этой стороны. Для Бога все сделали. И подарили 650 городов библиотеки. Книги. Господь нас сохранил. Вот мне сегодня повезло. Да. Знаете почему? Ну? Кто вас встретил? Ну так вот, нам говорят, зачем... Таких людей это, ну, это везение. Ну это Бог делает так. Мы не сами пришли, потому что вот в этом чате, в рулетках, тут одни развратники почти приходят, раздетые. Ну я, например, вам общаюсь с украинцами. Да. И тут процента 80 мусульмане. Я говорю, вы зачем здесь? Да вот, начинает общение. Какое общение тебе? Сначала штаны надень, общительные. А ты дома за четырех жен плотишь колым, а здесь без колыма, без всякого, 44 даром. Понятно, ясно. Жеребцы, я говорю, конюшины. Кого обманывать хочешь? Женщин своих бережете, а на других вверхом ездите. Угу. Ну с Богом. Я вас в скайп унесу, и вы там посмотрите. Да, вы тогда можете зайти в скайпе. Ага. Так вот. А когда зайдете в сайт, вот я который показываю, во Святой Библии сайт, слово сайт, вот этот вот. Там кинофильмы про нас снятые. Они заняли первое место на международном киноконкурсе. Документальное. Поним, понял. Мы деревню с нуля строим православную. Кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот тогда первый разговор ведем с ним. Вот я курил, 65 лет курил, а теперь 5 лет уже не курил. Ну это хорошо. Бросил и 5 лет уже, 6 год не курил. Да. Вот Иоанн Кроштадский говорит, уста курящего, рот курящего, демонская кадильница. Да, да, да. Это вы правы, да. На котором сказали. Я повторяю, чужие слова. Ну понятно, да. Ну с Богом тогда. Спасибо. Вам удачи, здоровья. Аллилуйя.